Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Музее Победы. Это программа интересна об оружии, и я ее ведущий Александр Михайлов. Мы продолжаем знакомить вас с типами советских гранат, и сегодня поговорим о такой гранате, как РГД-33. В предвоенные годы гранаты РГД-33 вместе с гранатой Ф-1 являлись основными гранатами Красной Армии. Именно с гранатами этого типа наши войска встретили немецкие части на границах 22 июня 1941 года. И до самого конца войны, до 9 мая 1945 года, и даже на Дальнем Востоке, когда наши войска сражались против Пантунской армии японской, именно этими гранатами были вооружены советские части. Несмотря на то, что граната РГД-33 является наступательной гранатой, в данный момент она находится в оборонительном виде. Достигалось это тем, что на боевую часть гранаты надевалась рубашка, которая имеет, как вы видите, различного рода ромбовидные насечки, и при инициации взрыва в радиусе 5 метров образовывалось облако осколков, порядка 2000 единиц осколков, которые наносили довольно-таки тяжелые увечья живой силе противника. Очень легко рубашка с помощью отщелкнутой застежки снималась с боевой части гранаты, гранатой, и граната из оборонительного становилась наступательной. Как видно из названия, наступательные гранаты пользовались при наступлении, для того, чтобы не поранить стрелка, который, соответственно, эту гранату не тает, и не поранить сослуживцев. А оборонительный вариант гранаты применялся из, собственно говоря, окопов, из бронетехники, когда непосредственно человек, который ее кидает, находится в укрытии. Граната РГД-33 обладала некоторыми отрицательными качествами. Первым неотъемлемым минусом гранаты являлась долгая манипуляция для того, чтобы отправить ее в цель к противнику. Поскольку система была не совсем надежной, поэтому даже опытный боец тратил на это довольно-таки большое количество времени. А если учесть, что по наставлению граната должна в подсумке у бойца находиться в разобранном виде, отдельно ручка, отдельно боевая часть, отдельно запалы, то в горячке боя проделать все вот эти манипуляции, собрать гранату и привести ее к бою, на это уходит довольно-таки большое количество времени. Следующим минусом гранаты РГД-33 является достаточно долгий и дорогой процесс ее изготовления. Именно поэтому чуть позже появятся новые гранаты РГ-42, которые радикально просто упростят систему гранаты. И, пожалуй, главным минусом, который скрывался уже в бою, это то, что если боец недостаточно энергично отправит гранату в сторону противника, то она не взорвется. Если солдат оказывался с гранатой РГД-33 уже готовый к бою, и ему нужно буквально вот через полметра или метр кинуть гранату в дом, например, где засели вражеские солдаты, или в дот, то без энергичного, я поочеркиваю, броска, если он просто ее отправит туда, собственно говоря, внутрь вражеского укрепления, граната не взорвется. До 80% таких гранат просто на все не взрывались, что, собственно говоря, очень сильно влияло на исход боя и могло повлечь за собой человеческие жертвы со стороны Красной Армии. Уже после окончания Великой Отечественной войны гранаты РГД-33 также участвовали и в бойных, и локальных конфликтах 50-х годов XX века. Но происходило это достаточно редко, но даже после Великой Отечественной войны они продолжали находиться на службе. Ну а мой рассказ о гранате РГД-33 на сегодня подходит к концу. Оставайтесь с нами и до новых встреч в Музее Победы!